Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Сегодня хотел бы показать вам сборку шкурок для танков, которые стоят у меня в ангаре. То есть все танки, которые у меня в ангаре, теперь имеют новые шкурки, то есть они выглядят по-другому. Добавился, например, камуфляж какой-то, еще какие-то мелкие изменения, небольшой ремоделинг. Ну, в целом, просто для разнообразия я это сделал. И если вы захотите скачать мою сборку, то вы сможете, в принципе, какие-то шкурки удалить по своему желанию. Это делается довольно легко. К тому же, моя сборка не заменяет стандартные файлы, то есть вам не нужно будет делать резервные файлы, сразу же устанавливайте. И если вам не понравится, можете удалить или всю сборку, или какие-то шкурки по отдельности. Итак, начнем. Первый танк это у меня БТ-7. Я на нем уже не езжу, просто я его купил, чтобы хранить на нем экипаж. В принципе, обычный камуфляж. Дальше у нас Т-28. Он у нас немного пожелтел. В принципе, тоже обычный камуфляж, ничего необычного. Дальше у нас отличный танк Т-54. У него такой красивый камуфляж. Я не стал ставить там какие-то дикие ремоделинги. То есть там была замена Т-54 на Т-90 современный. В общем, полная жесть. А вот этот камуфляж мне нравится. Он простой и как-то вписывается в игру, в общем. Итак, тут какой-то небольшой значок. Дальше у нас квас. Мощь и сила. Тут тоже камуфляж вот такой вот вполне неплохой. То есть вписывается и в игру. Ремоделинга тут нету. Дальше у нас КВ-2 с фугасницей. Ну или с ЗИС-6. Ну, разницы нету. Он на всех будет. Этот скин одинаков. Обычный, в принципе, камуфляж. Довольно красиво выглядит с ним танк. Дальше у нас идет ИС. Красивый камуфляж, в принципе. Мне он понравился. Опять же, смотрите, нету ничего лишнего. Все довольно прикольно сделано. Единственное, что вы видите, звездочка. Прямо попадает под знак, который на танке. То есть это из-за того, что стандартные спрайты, они немного закрывают шкурки танка. И из-за этого получается вот такая вот фигня. Если захотите, чтобы убрались вот эти вот значки, то можно скачать специальный мод. Дальше у нас идет ИС-4. ИС-4 тоже у меня не очень мной любим. Тут написано у него 357. Я не знаю, что это значит. Возможно, номер танка. Тоже такой прикольный камуфляж. На пушке тут звездочки. Я точно не помню, но вроде бы звездочки ставятся за каждый уничтоженный танк, то есть в бою. Или типа того. Дальше у нас идет ИС-7. Очень хорошая шкурка. Тут она прям вся блестит, переливается. Отличная просто шкурка. Вообще, респект автору за нее. ИС-7 прям преобразился. Просто шикарно. Дальше у нас объект 268. На него я установил необычную шкурку. То есть она, возможно, даже не совсем вписывается в игру. Такая, знаете, чешуйчатая объект 268. Теперь выглядит, конечно, очень круто. Как раз змея. Очень, конечно, впечатляет эта шкурка. Сделана очень качественно. Дальше у нас арта объект 268. И, наверное, 268, 261. Вы, наверное, знаете, что я не очень люблю арты. Но вот небольшое изменение. Это небольшой ремоделинг. Добавятся вот такие вот человечки. Экипаж этой арт-сал. А так больше ничего не изменилось. Дальше у нас трактор идет первого уровня. Тут, в принципе, немного изменений. Но тоже, возможно, кому-то пригодится. Я-то на первых уровнях не катаюсь. Дальше у нас идет ВК-3601. Немецкий танк 6 уровня. В принципе, неплохая шкурка. По крайней мере, она никак-то не режет глаз. И вписывается в игру. Ну, в принципе, нормально. Итак, дальше у нас Е-50. Отличный танк. Шкурку я подобрал для него соответствующую. Очень красивая шкурка. И смотрите, появилась анимация кулера. Вентилятора, вернее говоря. То есть, теперь в бою вы сможете увидеть, как крутится кулер. Надеюсь, это не будет отвлекать. Очень, конечно, супер сделан. Но вообще, шикарно просто. Ну и так, шкурка, в принципе, очень мне нравится. Следующий танк у нас, вернее, Арт-Сау, это Хумель. Тут тоже просто я посадил экипаж. Сидит тут командир такой немецкий. Ну, в принципе, больше ничего не изменилось. Итак, следующий танк у нас Т-21. Это у нас 6 уровень. Американский легкий танк. Ну, у него просто изменен камуфляж. В принципе, довольно симпатичный камуфляж. Опять же, ничего лишнего. Он не подходит для игры. Следующий у нас танк. М2. Медиум танк. То есть, средний танк. У него просто обычный камуфляж. Я на этом танке, конечно, не катаюсь. Но, опять же, храню на нем иногда экипаж. И, возможно, вам понравится эта шкурка, если вы катаетесь на этом танке. Дальше у нас Т-29. Шикарный танк. Мне он очень нравится. И вот такую вот шкурку я подобрал, в принципе. Шкурка неплохая. Такая очень качественная. И, в принципе, опять же, подходит для игры. То есть, не отвлекает. Конечно, она такая навороченная. Но зато сделана очень качественно и красиво. Следующий у нас танк Т-34. Это премиум танк 8 уровня. Для него я подобрал вот такую вот шкурку. Тут небольшой ремоделинг. То есть, вы видите, что добавлены вот такие вот канистры. Так, в принципе, больше никаких... А, нет. Еще добавлена пушка сверху. Ну, я бы ее убрал бы, на самом деле. Ну, так она, я думаю, не сильно будет отвлекать. Тут же опять добавлена вот такая вот фиговина. В общем, вполне качественная текстурка. Сделана... Сделана, конечно, очень хорошо. Итак, следующий у нас танк Т-110Е5. Поставил я вот на него вот такую вот текстурку. В принципе, я вообще долго подбирал текстурку, да, для Т-110Е5. Но так ничего и не выбрал. И остановился все-таки вот на таком варианте. Опять же, вот эта звездочка, она закрывает немного наш новый камуфляж. Ну, как я уже говорил, можно модом ее убрать или просто оставить так. Я думаю, не сильно это влияет. Так, в принципе, текстурка вполне неплохая. Следующая у нас машина. Это М18 Hellcat. Многие Hellcat называют Котой. То есть... А на самом деле Hellcat переводится как ведьмочка. Вы видите, что добавился экипаж, а также какие-то небольшие изменения. Вполне неплохой ремоделинг. И не стал я заморачиваться насчет подбора камуфляжа для этого танка. Потому что с этим ремоделингом и так выглядит довольно прикольно. Так, следующая у нас ПТшка. Т-110Е4. Добавился вот такой вот рисунок. Орел. Также небольшие тут красные кольца. В принципе, немного не вписывается в игру этот камуфляж. Но ничего страшного. Так-то вроде сделано нормально. Следующий танк у нас Бетчатильон. И для него я подобрал вот такой вот скин. Возможно, я его потом уберу. Но решил пока что вот такой вот Бетмобил сделать. Ну, в принципе, неплохо сделано. Но можно было и покачественнее, наверное. Дальше у нас АМХ-50100. Для него я подобрал вот такой вот камуфляж. Камуфляж на халяву, можно сказать. Но ничего необычного. Главное, что не отвлекает. Для FCM я подобрал вот такой вот камуфляжик. И тут такой прикольный рисунок. Тоже Орел. Вполне подойдет для FCM этот камуфляж. Дальше у нас АМХ-50Б. Решил я его сделать такого вот цвета. В принципе, мне понравилось. Отличная шкурка. Ну, конечно, тут ничего особого нету. Но главное, что не отвлекает от игры. И следующий у нас ПТ-шка АМХ-50ФОЖ. Заметьте, никакой шкурки тут нет. Но, опять же, поставил, чтобы вентиляторы крутились. И это как-то круто, я не знаю. Мне очень нравится. Следующий танк у нас Черчилль. Черчилль я скоро продам. Но если вы будете на нем кататься, то хотя бы вот этот вот камуфляж скрасит ваши бои на этом чудесном танке. И следующий у нас танк это ИС-2. Я вообще думал оставить стандартную раскраску. То есть, мне очень нравился такой цвет у него. Я его из-за этого называл ИС-Зомби. Но решил пока что поставить такую шкурку. Может быть, она, в принципе, приживется. То есть, можно будет с ней кататься. И она довольно качественно сделана. Ну, на этом все. Больше у меня танков в ангаре нету. Я надеюсь, данные шкурки вам понравятся. Не стал я особо разжевывать. То есть, по каждому танку рассказывать там каждую фигню. Я думаю, главное, что вы увидели каждый камуфляж. И уже сможете сделать вывод, нужны ли вам эти шкурки или нет. А самое важное, что вы сможете их легко удалить. И какие-то из них или вообще одну шкурку для себя какую-то выбрать. Сейчас, кстати, я объясню, как это делается. Итак, теперь хотел бы показать, как можно установить мои шкурки. Вот, разархивируем архив. Весит он довольно много. 130 мегабайт. Дальше открываем эту папку. И эту папку нужно просто скопировать в корневую папку с игрой. Нажимаем ОК. И все. Установка закончена. Теперь папки нужны. Все файлы есть. И в игре появятся новые шкурки. Больше ничего делать не нужно. Но если вы хотите удалить мою сборку, то вам достаточно зайти в папку ResMods, потом в 0.8.4 и удалить вот эту вот папку. Просто нажимаете удалить и все. Больше у вас там шкурки не должно быть. Но также стоит еще удалить одну папку вот тут. Вот она. Ее тоже удаляете и все. Больше вам ничего делать не нужно будет. Но если вы хотите оставить какие-то шкурки или удалить отдельно какие-то шкурки, которые вам не понравились, то заходим в эту папку. И тут есть папки с названием нации. То есть Китай, Франция, Германия, Россия, Британия и Америка. Ну, например, заходим в Америку. Не понравилась нам какая-то шкурка. И тут просто название танков. То есть вы видите. Хелкет, М2, Т-34, Т-29. Например, нам не понравилась шкурка. С Т-110Е4 берем, удаляем ее. И все. Теперь у вас в игре этой шкурки больше не будет. Довольно легко, согласитесь. Можно все шкурки удалить, которые не понравились из Америки. Можно, в общем, удалить из другой нации какие-то не понравившиеся шкурки. Или, опять же, если вам нужна какая-то именно одна шкурка, возможно, я потом выложу все эти шкурки по отдельности, но пока что есть только сборка будет пока что. И если хотите только одну шкурку, то вам нужно только одну вот эту папку скопировать. То есть вы копируете одну нацию со всеми последующими папками. И в этой нации оставляете нужный вам танк. На этом все. Надеюсь, вы поняли. Спасибо за просмотр. Удачных вам боев. Молдов Тэнкс. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!